Приветствую вас. Я думаю, что, знаете, вот, при том, что вы можете быть привлекательны для машин, вот, ну, с которыми общаются, с которыми, как бы, ну, вы там можете взаимодействовать, с которыми вы можете контактировать. Вы, мне кажется, ставите между ими и собой невидимые стены. Вот, вы, мне кажется, на сближение идти сами, ну, то, чтобы не готовы. Возможно, вы, конечно, не подняетесь в этом, и, возможно, возможно, на сближение, так что вы и пойдёте. Дело здесь немножко не в этом. Да? То есть, дело здесь немножко не в том, пойдёте ли вы на сближение, условно, или нет. Дело в том, что мужчина, который с вами наступает в отношения, он почему-то не делает это прямо. Вот. И то, как вы ему говорите, вот, как вы описываете свою реакцию на действия человека, это очень такая, знаете, как вам сказать, это покровительственная модель поведения, то есть, вы его похвалили, знаете, вы не высказали ему свои чувства, например, ну, допустим, там, не знаю, мне понравилось, вот, мне уже нравится то, что там происходит, или, там, наоборот, мне не нравится то, что происходит. Ну, примерно, да, как бы, вот, из этого ничего нет, этого ничего нет. И, на мой взгляд, на мой взгляд, по моему мнению, это довольно негативная история. Вот, 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 а, почему, потому что мужчина чувствует, чувствует, что его фактически, фактически его оценивают. Вот. Я не думаю, честно говоря, что кому-то это может, ладно, я не думаю, честно говоря, что кому-то может это быть приятно. Да? Вот. И признаться вам в такой ситуации, на мой взгляд, значит, унизиться. Ну, для человека это унизить. А вы себя так, ну, это не защищать. Я, конечно, хотел бы уже понять, от чего, но пока я думаю, вы его от себя защищаете. Вот, я не могу сказать, что вы это делаете неэффективно. Вот, я могу сказать, что вы это делаете напротив весьма, весьма, весьма хорошо. Вы это делаете напротив весьма, весьма здорово, ну, по крайней мере, успешно. В плане того, что мужчина, мужчина, действительно, как бы, ведёт с вами на сближение, мужчина действительно не раскрывается. Вот. И, соответственно, вы, в итоге, оказываетесь в такой ситуации, в какой оказываетесь. На самом деле, даже в ней, в этой ситуации, в смысле, я не вижу ничего плохого, ничего дурного и так далее. Ну, просто потому что, как мне кажется, неважно в какой ситуации впадает человек, главное, чтобы он мог себе ответить себе на вопрос, делает ли эта ситуация его счастливой. Вот. Вам, мне кажется, нужно ответить себе на этот вопрос, делает ли меня эта ситуация счастливой. Вот. Это делает. Прекрасно. В таком случае. Если эта ситуация вас устраивает, если эта ситуация, как бы, полностью отвечает вашим интересам, замечательно. Никаких проблем в таком случае нет. Вот. Но если вам эта ситуация неприятно, если она делает вас, условно, не совсем счастливой, счастливой. Вот. Тут, возможно, и стоит подумать, а так ли вы двигаетесь, так ли вы себя ведете, как вам будет. Условно говоря, не знаю, хочется так ли вы себя ведете, как, условно говоря, соответствует вашим ценностям и так далее. Вот. Потому что, ну, опять же, то, что вы хотите, там, условно, наговорить, высказать человеку все о нем, думаете. Но мой взгляд, это больше про какое-то, знаете, удерживание себя. Да. Вот. Вы, в начале, что, вот, не были искренними, да, не были честны, вот, с собой. Потом, условно говоря, вам хочется как-то это компенсировать. И это, кстати, вполне логично, что вам хочется компенсировать, вполне логично, что вам хочется остановить, условно говоря, некоторую справедливость. Потому что, ну, энергия оказалась нереализованной, вот, и, соответственно, вам хочется как-то ее отреагировать. Это, естественно, нормально. Вот, соответственно, вы хотите теперь высказать человеку, который может быть даже не в курсе того, что такое впечатление вы действительно на вас произвели. То есть мне кажется, что вы вот живете в какой-то своей реальности, да, и реально другого человека вообще не слышите, не замечаете, потому что свою реальность не замечаете. Свою реальность не отражать, а это необходимо делать, а для, ну, для выстраивания коммуникаций, таких вот, ну, хороших, продуктивных, адекватных, здоровых коммуникаций. Вот, соответственно, соответственно, значит, в этом направлении примерно, примерно в этом направлении вам, на мой взгляд, нужно двигаться. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что я хотел вам сказать. Что делать в этой ситуации, как поступать в этой ситуации, решать и исключительно вам, только вам и больше никому. Вот. А я думаю, я думаю, что если вы дадите себе немножечко, ну, возможности, времени, если вы дадите себе немножечко пространства для изучения и исследования себя, то вы сможете увидеть, чего вы хотите. Вот. А пока что это выглядит, я бы сказал, как попытка убежать от боли, вот, как попытка убежать от чувств, как попытка предопределить какую-то возможность, вас, ну, не знаю, может быть, отвергнуть, чтобы вас не отвергли, чтобы вас не оттолкнули, вот, чтобы вас не обидели, не причинили вам боль. И это еще одна реальность, с которой вам нужно, в принципе, познакомиться, вот, реальность, с которой люди, ну, вот, делают вам больно. Такая вот неприятная, я бы сказал, реальность, реальность, в которой люди на самом деле причиняют боль другому человеку. Вот. Часто близкому человеку. Часто ничем не миноватому человеку. Вот. Ну, человек вообще никогда не бывает миноватым чем-либо. Но, тем не менее. Вот. Да. в такой реальности приходит мы живем. И многие, мне кажется, вот, в том числе, в том числе, вы, мне кажется, отказываетесь, ну, условно говоря, на такую реальность принимать, в силу того, что она болезненная, может быть, достаточно, да, в силу того, что она неприятная, может быть, достаточно. Вот. В силу того, что вы знаете, что делать с этим, вот, вам это не соответствует. То есть, вы, например, ну, не знаю, например, вы решили, что, что вы, там, сильная девушка, которая знает вообще, вот, что она делает, куда она идет, почему она стремится и так далее. Вот. А тут такая ситуация. И, как бы, мужчина, который, вроде бы, симпатизирует и в то же время ведет себя странно, вот, и, как бы, вас это злит, вызывает негативные эмоции. Это немножко не соответствует, как мне кажется, той концепции тому представлению о себе, которое у вас было, вот. Вот. И высказать что-то мужчине, который вообще не знает, чего хочет и вообще забыл в кем имеет дело, да. Так вот. Это такая девушка может, а вот, например, что, например, что ей больно, да, например, что ей оказалось болезненно, то, что мужчина сделал, вот, и, например, что ей приятно, например, что она хочет, там, большего, вот, показать. Свою уязвимость, свою чувственность, свою слабость эта девушка не может. Но хочет, чтобы перед ней мужчина раскрывал карты. И это же, как вы, я надеюсь, понимаете, своего рода игра в одни ворот. Вот. И люди это чувствуют. Хотите вы это или нет, люди это чувствуют. Ух ты, людям это не нравится, естественно. Потому что это, ну, как бы, трудно, это тяжело, это очень больно. Вот. А вы никак, никак не показываете, что готовы слабость человека принять. Например, или вам кажется, что вы готовы, а на самом деле, нет, на самом деле, не готовы. Вот. Не то, не то, чтобы вы должны. Я не думаю, что вы должны. Ну, я думаю, что, видите, видите, что вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ хотели бы, ну кем вы считаете, что вот это не хорошо, не плохо, это просто данность, вот вы можете эту данность изменить, если хочется, вы можете оставить все, какой-то камер есть, и тогда все останется по-прежнему, вот я боюсь, например, что мужчины будут продолжать с вами играть, вот слава богу, что игры здесь для вас не очень, болезненные, вот, самые жестокие от игры, вот, кстати, а вот зачем вы хотели разрушить легенду человека, ну то есть человек сказал, что он вот, ну играет, там, хочет, хочет побить инкогнито, да, вот, зачем ручить-то из его легенду, вот, тут некомпликация, это много нарушения границ, человек, ну вы мотивирует, как и дерьми, я с ненакомыми людьми не играю, например, если, вот, а так получается, что вы очень грубо, как мне кажется, вторглись в личное пространство человека, вот, и не заметил этого, как мне кажется, я могу, конечно, я могу быть не прав, не прав, мне кажется, но мне кажется, таким образом обстоят дела. В общем, я хочу, чтобы вы понимали, что я вас, ну, я вас не осознаю, ну да, просто говорю, что вот, по моим ощущениям, да, по моим ощущениям, ну вот, если бы со мной, так бы, вот, вы, наверное, поступили бы, вот, то я бы, по чеху, очень сильные нарушения личных границ, вот, ну просто, потому что это очень, на самом деле, приятно, вот, так что, как отвечает, и что отвечает человеку, мне кажется, вы вполне можете решить цены, вот, мне кажется, что вы можете это сделать. А если захотите разобраться в себе, если захотите лучше понять себя, вот, то вот за этим милости, милости прошу на, например, терапию, да, допустим, на психотерапию, вот, к примеру, либо, либо, на группы терапевтических, терапевтических, терапевтических группы, общих, 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 например, вот, куда вы можете обратиться, то же, и там, поиследовать, вот, то, как вы можете, не знаю, выглядеть, выглядеть для, ну, для других людей, вот, ну, например, там, выглядеть, как вы можете выглядеть, там, допустим, не знаю, для, ну, мужчин, которому, для мужчин, которому вы нравитесь, например, вот, как вы можете выглядеть для человека, например, вот, как вы можете выглядеть, там, не знаю, для, эм, другой женщины, например, и так далее. И так далее. Вот это, мне кажется, ну, то, что вообще очень, очень важно, вот, ну, как вот мне видится в этой ситуации. Вот такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии. На этом все. Пожалуй, я надеюсь, что, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что мой ответ был интересен, я надеюсь, что, эм, какие-то вещи, эм, подключат для вас, эм, больше вы, для, э, размышлений, надеюсь, что это приведет к тому, что вы, э, э, сформируете обратную связь, вот, которая, может быть, послужит с началом психотерапии, вот, для того, чтобы изменить вашу жизнь, сделать ее более соответствующей тому, что вам хочется, тому, что вам интересно. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok